Друзья, всем большой привет! С вами Виталий, добро пожаловать на мой канал. Ну что, ровно, ровно спустя два месяца пришли результаты по языковому экзамену государственному, который сдавал я, мой брат, а также жена, только мы сдавали в разных университетах и городах. Мне с братом пришло практически в одно время, в пол первого ночи, имейл пришел ровно 17-го числа, то есть они после экзамена говорили до двух месяцев максимум нужно ждать на сам результат, и после результата, если сдал позитивно, еще два месяца на сам сертификат, они должны его выслать почтой домой. Так вот, представьте, ровно 17-го числа мы сдавали, и ровно 17-го числа в пол первого ночи, как только наступило 17-е число, пришли результаты. Казалось бы, тот раз сдавал раз в пять, наверное, меньше экзаменов было, меньше университетов принимало участие из-за коронавируса, и получилось все равно, что они так долго это тянули, считали. Мы, конечно, надеялись, что будет раньше результаты вообще, что меньше людей участвовало, но все равно тянули до самого последнего, и ровно 17-го числа пришли результаты. Значит, позитивный результат у меня. Вот, про брата расскажу сейчас чуть позже, и про жену тоже позже. У меня, значит, разумение за слуху 88%, разумение текстов писанных 93%, потом поправность грамматичная 97%, потом писание 82% и мувение 76%. Хуже всего слабо у меня, конечно, с натяжечкой 76% мувения. Ну, я знал, у меня так и есть, у меня мало опыта говорения, так сказать. Значит, позитивно у меня написано, что я сдал. Нужно теперь оплатить 80 с чем-то золотых, 20 евро в эквиваленте, за сам сертификат, который придет еще через 2 месяца. Скорее всего, они снова будут тянуть, не знаю зачем, 2 месяца и высылать потом. Значит, брата. Мы с братом в одном университете сдавали в Катавицах. У него тоже все позитивно, у него еще лучше. У него там практически все по 90 с чем-то процентов. Один модуль 100% и 1.89 примерно. Ну, практически там все идеально. Жена сдавала в Варшаве. Ей результат пришел тоже сегодняшним числом, только уже около 11 утра. У нее тоже наподобие как у брата. Там все по 90 с чем-то, по 100 и 87 один модуль. То есть условия сдачи экзамена, это нужно набрать по каждому модулю, в каждой части минимум 50% ответов. В общем, мы все втроем сдали, слава богу. Всем спасибо, кто переживал, кто спрашивал. Долго-долго мы ждали реально ответа. Вот теперь я сегодня оплатил экзамен, отправил им подтверждение. Должны теперь выслать. Конечно, мне очень многие писали, наверное, человек 10 за это время, после тех роликов моих, когда мы сдавали. Как записаться, спрашивали. Большая проблема, у людей большинство не получается. Вот сейчас закончилась регистрация на январский экзамен. Реально минимум человек 10 мне писали, спрашивали. Помоги, запиши, как, как. Я же там делал видео раньше, что у нас то же самое была. Огромная проблема. Наверное, раз 5 или 7 у нас не получалось. В разных городах. Потом все-таки получилось. Просто так же самое. Откидывала, отбрасывала. Минута проходит и пишет, что уже все, регистрация закрыта, мест нет и так далее, и так далее. Все то же самое. Поэтому, ребята, пробуйте дальше. Также у кого есть возможность поехать в Украину, у кого есть документы, я бы рассматривал и Украину тоже. Киев, Львов, Николаев, где там еще проводят экзамены, я не знаю. Если вам залежно, так сказать, на этом экзамене срочно, я бы уже и в Украину поехал бы. Если там, я просто думаю, что, возможно, там легче было бы записаться. Но это не точно. Вот. Поэтому вот такая-то информация. На Январске, походу, тоже уже закрыли запись. Поэтому отпишитесь, кому удалось, кому не удалось. Тоже очень интересно. Вот. Как-то так. Хорошая новость для нас. Мы очень довольны. Вот. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока.